Ошо, когда вы видели фотографии, он был профессор, но его лицо было более слабым. Ошо был ходуид, но когда он начал путешествовать по Индии, его лицо округлилось, его лицо изменилось. Ошо, что случилось? Ошо был обычным человеком, он был открытым, он был очень простым, когда он был профессор, он был простым человеком, обычной жизнью, как все. Но когда он начал путешествовать, его божественность начала выходить из него, так много, начали пить его божественность и есть эту божественность. И он стал красивым, распространяться его. Красота. Такое случается часто. С одним из людей, который возле меня был, в роде просветления, была женщина. У нее был сын. Был один человек, ему 48, он был такой худой, как мальчик. Очень худой, со впалыми щеками, только глаза были видны на лице. Очень худой. И вот я встретил его в Джабалатуре, через интернет. И он стал округляться, у него круглое лицо, пополнение. Энергия начала вытекать из него, он начал меняться. Короче, все это происходило с самим Сандарши. Он был сначала худой, потом поправился. И вот женщина наблюдала за ним. И он говорил, когда я встретил его через некоторое время, он говорит, ты так изменился. И он сказал, я знаю, Сандарши. Сандарши, этот человек очень сильно изменился, я даже не узнаю. И вот она говорит, как узнать, что произошло после и до просветления. Сандарши является таким примером, какой он был до просветления и какой он после просветления. Моя тело 65 лет. И он был до 6 месяцев. Как только я начал. Энергия. Как только я начал. Начал. Полный тело. Такое происходит, что человек внешне тоже меняется. Это связано с энергией, которую он распространяет. Это такое делает энергия. И тело тоже плакает. И тело тоже счастливее. Такое ощущение. Потому что во мне столько наслаждения, радости. И эту радость я проливаю на всех, на людей. Потом это как бы возвращается. Это как зеркало. Я распространяю, и на меня это возвращается обратно. И я поэтому чувствую, я всем своим телом чувствую, вот этот дождь наслаждения. То есть я чувствую, что от меня исходит вот этот дождь, как нектар. Даже если мастеру более 60 лет, но его нектар распространяется. Этот нектар проливается в него так, в таком большом количестве. Если я распространяю радость, эта радость возвращается ко мне. После сатсанга, когда я покидаю сатсанга, столько у меня радости и наслаждения. Это по-настоящему то, что происходит на сатсанге. Это радость и божественность, которой я делюсь, которая возвращается ко мне. Люди начинают меняться на сатсанге. Посмотрите на медитирующих людей, они совсем другие. Божественная энергия распространяется и проливается на нас, на всех. Вау, вау. Вау. Аххаххаххаххахххахххххххххххххххххххххххххх Вау, вау. Вау. В этот момент она, фашественность проливается на нас. на все тело. Я знаю, на каждом сатсанге, что происходило с Оши, как и что он чувствовал. Но когда ты один, ты не чувствуешь эту радость, наслаждение. Ты чувствуешь только защиту. А, проекцию. Вот проекция. Я проектирую на вас, и это проектируется затем на меня. Это же ученик Оши, когда он уехал из Индии в Италии, там в Италии была опубликована книга Оши. Я знаю, что в 2000 году, в Италии, там в Италии, там в Италии, там в Италии, там в Италии. Когда я ходил по улицам, я вижу людей, которые готовы, очень злы на меня, готовы даже побить на меня. Это было до 2000 года, но после 2000 года все изменилось, проводил с отцом в большом здании, там 8 холлов было, и в одном из них. Я немного опоздала с отцом, когда я пришел, все сидели в буддаколе, я возможно на 30-40 минут опоздала, я открыла дверь, это был другой холл, кто-то там медитировал, что-то делали. Они сказали, нет, нет, это не такой холл. Пошел туда. В общем, 3-4 комнаты я заглянул, холл, может быть там, аж здесь. Но меня никто не снял, потому что я сам не снял. В одном же здании происходило очень много медитаций, а до 2000 года никто не делал медитаций. А после 26 года так много происходит медитаций. Люди поменялись. Это в основном произошло после 2000 года. Большое изменение произошло. Люди стали более открытыми. Они понимают, могут понимать. они делают медитацию, они понимают, кто такой мастер, что такое быть с мастером, как быть с мастером. Да, большие изменения произошли. Это должно происходить, когда мастер пришел. Но когда я вернусь, после того, что что-то случилось. Когда он был в жизни, то это сложно. Когда он был в жизни, то это сложно. Потому что быть мастером – это опасно. Иногда он может быть даже убийцей. Он – Шива. Убийца. У него есть меч. Кришна, допустим, был очень любящим, но в то же время мог убить. Шива тоже. У них все имели любящие лица. Но если приходило время, он мог убить Шива и Кришна. Потому что у них был меч. Он мог покончить с любым. У каждого есть свой меч. Но это произошло. Когда он был в жизни, он был в жизни. Или кто-то близится, чтобы умер. И тогда он просто начался с умереть. Очень, очень, очень мало людей может убить. Убираться. И я знаю, что когда он был в жизни, он был в жизни. Когда он был в жизни, и я начинаю. Они говорят, о, что он не может быть виден. Необходимо, сложно. Никто не стоит. Если кто-то не знает, я должен закончить с ним. 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 Спасибо. Один момент. Окей. Путинам музыка. Завтра ретрит. Кто хочет присоединяйтесь. Завтра ретрит. Кто хочет присоединяйтесь. Кто-то здорово. С эмоцией нужно просить. Ту-десяти восстанавливать questions. Эмоции нужно просить. Эмоции нужно просить. Эмоции нужно просить. Эмоции нужно просить. С эмоциональной клиникой. Во всех потрясающих медитациях, первое, то есть ты увидишь, что ты уверен, о предвторах, о выниме, о текущих, о текстах, о текущих, обуви, текущих. Это текущие тело и тогда ты спишь с боевым козлов, и если ты looking на mente, то есть определенное какое-то тело, о том, что в текущих обращениях. Что-то думает о молнии, думает о приеме решениях, о текущих обращениях. Все ваши мысли, все ваши идеи, крутящиеся вокруг, связаны с тем, что вы становитесь очень спокойными, более спокойными.